Бить их можно и в лоб, и в борт, что говорят эксперты о поставках танков «Леопард-2» и «Абрамс» в Украину. Берлин и Вашингтон на этой неделе объявил о намерении поставить Украине танки «Леопард-2» и «Абрамс». О готовности поделиться с Киевом своей бронетехникой заявили ряд европейских стран. На Западе рассчитывают, что украинская армия, вооружившись танками, сможет весной перейти в наступление. Насколько эффективны западные танки? Способны ли они изменить ситуацию на поле боя? Что думают на этот счет эксперты в России и на Западе? Об этом в обзоре Билта. Что Запад пообещал Украине? 25 января президент США Джо Байден объявил о решении поставить в Украину 31 танк М1 «Абрамс». Это эквивалентно одному украинскому батальону. При этом Байден назвал американскую бронетехнику самой эффективной в мире, однако признал, что ее сложно обслуживать. По словам американского президента, армия Украины готовится к контрнаступлению. Он также заявил, что действия Запада в контексте Украины не представляют угрозы для России. Между тем, в Белом доме сообщили, что на доставку «Абрамс» уйдут месяцы. Дело в том, что танки не будут выделяться из запасов Пентагона. Танковый батальон для Украины планируется собрать путем заключения контрактов на поставку с производителями бронетехники. Для обслуживания техники Киеву также направят восемь ремонтно-эвакуационных машин. Параллельно с США о намерении передать Украине немецкие танки «Леопард-2А6» объявила Германия. Немецкие власти заявили, что готовы вместе с партнерами обеспечить Украину танками для формирования двух батальонов. В танковом батальоне Бундесвера насчитывается 44 боевые машины. Однако на первом этапе Киев получит лишь роту из 14 машин. Немецкая сторона также берет на себя решение логистических вопросов, поставку снарядов для танков, а также техническое обслуживание «Леопард-2» в Украине. Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус заявил, что Берлин поставит Киеву танки «Леопард-2» до конца марта. Примечательно, что в отличие от США, Германия решила выделить танки из запасов собственной армии. Также заявлялось, что Берлин разрешит другим странам передавать Украине танки германского производства, находящиеся у них на вооружении. О готовности передать свои «Леопарды» уже заявили ряд европейских стран, в том числе Польша, Нидерланды, Испания, Финляндия, Норвегия и другие. Стоит напомнить, что ранее британские власти заявили, что отправят к Киеву 14 танков «Челленджер-2». Кроме того, Франция намерена в течение двух месяцев направить украинским военным легкие колесные танки АМХ-10РЦ. Их число пока не разглашается. Если подсчитать, то выходит, что в общей сложности Украина может получить от западных стран более сотни современных танков. Стоит отметить, что данные танки имеют разную модификацию, что создаст дополнительные сложности при их освоении военными ВСУ. Какие танки Киев уже получил? Западные страны уже передали Украине по меньшей мере порядка 350 танков советского производства. В основном это разные модификации Т-72, сообщает ТАСС. Больше половины поставок пришлось на Польшу, которая выделила в общей сложности 240 Т-72 версии М1. Второй по масштабам поставок стала Чехия. США и Нидерланды согласились профинансировать передачу Украине 90 чешских Т-72. Однако до конца прошлого года, по данным директора Республиканского агентства Межгосударственного оборонного сотрудничества Алиша Витички, были отправлены только 20 машин. При этом, по информации газеты «Млада фронта ДНЕС», еще 40 танков Прага передала Киеву самостоятельно. Северная Македония, согласно сообщениям местным СМИ, летом прошлого года передала Украине порядка 10 из примерно 30 Т-72, имевшихся у нее на вооружении. Украина также получила около 20 танков Т-72 из Марокко, сообщал алжирский онлайн-ресурс. По его информации, королевство, которое приобрело в общей сложности порядка 300 Т-72, приняло такое решение под давлением западных стран. Словения направила в Украину 28 танков М55С, модификации советского танка Т-55. Весной прошлого года также обсуждалась возможность передачи любленной Киеву Т-72, однако о поставках официально не сообщалось. Словакия собиралась передать украинским военным все 30 своих танков Т-72 в обмен на 15 леопардов от Германии, писал портал Business Insider. Официальной информации о реализации этого проекта пока не поступало. Так ли хорош Абрамс? Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Синг 26 января заявила, что США отправят в Украину танки Абрамс в модификации М1А2. Между тем, американское издание «Политика» со ссылкой на источники сообщило, что США намерены поставить Украине усовершенствованную версию танков Абрамс, однако без секретных элементов брони, включающих объединенный уран. Это связано с тем, что США не хотят, чтобы их технологии попали в руки противника. Отмечается, что версия танка Абрамс М1А2 включает в себя сложную оптику и средства управления, которые помогают командирам быстро обмениваться данными, отслеживать дружественные машины, определять позиции противника. Политика также отмечает, что остаются вопросы о сроках поставки танков Абрамс в Украину. Данные машины собираются только в одном месте – на государственном заводе General Dynamics в штате Огайо. Этот завод может производить 12 танков в месяц, но линии сейчас полна заказов на новые танки для других стран, которые было бы трудно отложить на второй план. О проблемах с поставками заявила и заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. По ее словам, США не успеют передать танки к весеннему наступлению ВСУ. Между тем, американские СМИ со ссылкой на источники в Вашингтоне пишут, что Абрамс могут оказаться в Украине не ранее, чем через год. При этом отмечается, что США вообще не хотели отдавать свои танки и были вынуждены объявить о поставках, чтобы Германия передала Киеву свои Leopard 2, а также разблокировала реэкспорт этих машин другими странами. Говоря о характеристиках Абрамс, стоит отметить, что это хорошо защищенная машина, а также один из наиболее тяжелых танков. Разные модификации Абрамс стоят на вооружении армии США, Саудовской Аравии, Египта, Ирака, Кувейта, Австралии. В прошлом году американские танки впервые получили Польша и Тайвань. Эксперты отмечают, что 105-мм орудие первой версии Абрамс пробивает ранее модификации российских Т-72 и Т-62. Против Т-90М они уже не очень хороши. Он имеет улучшенную защиту, более мощное орудие и более совершенный прицельный комплекс, рассказал изданию известия, военный эксперт Андрей Фролов. Думаю, они потому и засуетились с поставками танков, что у войска массово пошли Т-90М. Для Восточноевропейского театра, особенно для весенне-осеннего периода, Абрамс – очень тяжелые машины. У них больше ограничений по проходимости, чем у того же Т-72. Соответственно, для них нужны понтонные парки, броневые, ремонно-эвакуационные машины. Эксперт напомнил, что у Абрамс совершенно другой расход топлива. Это будет дополнительная нагрузка для системы снабжения. Они также более сложны в обслуживании. Соответственно, надо иметь и подготовленных людей, и материальную базу, или возить машины на ремонт в страны НАТО. Своим мнением относительно того, насколько сложно будет противостоять американским танкам, поделился командир танковой роты 1-го армейского корпуса с позывным «Дантист». «Машина тяжелая, грязи не любит», – сказал он. С украинскими экипажами, если американцы не бросят в бой своих танкистов, новые машины смогут выйти на фронт не раньше, чем через полгода, с учетом времени обучения экипажей. Кроме того, известно, что газотурбинный двигатель «Абрамс» не любит пыль. Там фильтры стоят несоответствующие. Эта проблема уже проявлялась в прошлых конфликтах. Поэтому «Абрамс» ничего не изменит. Эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов в беседе с ТАСС рассказал об уязвимости «Абрамс» на поле боя. По опыту боевого применения в Ираке они горели. Было пробитие башни 100-мм бронебойным тупоголовым снарядом танка Т-55. Были случаи поражения «Абрамс» из автоматических пушек БМП, как Брэдли, так и наших БМП-2, – рассказал эксперт. Слабым местом более поздних модификаций американских машин стала дополнительная силовая установка для питания современных электронных систем, размещенная в задней части башни. Ее закрыли броней, которая автоматные пули держит, а пулемета ДШК калибра 12,7 мм – нет. По ней попали из ДШК, разбили мотор. Масло и топливо загорелось. Потекло вниз на основной двигатель, расположенный снизу, загорелся основной двигатель, потом загорелся сам танк и в результате сгорел до тла, – пояснил Суворов. Помимо того, что «Абрамсы» требуют заправки чистым авиационным керосином, они имеют и более серьезные эксплуатационные недостатки. В частности, неремонтопригодны в полевых условиях, – отметил Суворов. Так, если что-то ломается в силовом блоке, то он вынимается из танка, везется в специализированную мастерскую с высоко квалифицированными кадрами. Еще одним недостатком эксперт назвал систему воздушного питания, разработанных в США машин. У них воздушный фильтр работает по принципу автомобильного. Если он забился, то его надо вытаскивать и очищать. А у нас на всех танках циклонические системы пылеудаления, сделано хитро, – сказал Суворов и добавил, что во время иракской кампании фильтров «Абрамс» хватало на 15 минут движения в условиях пыли. Он предположил, что это может стать существенной преградой на пути применения этих машин в зоне проведения спецопераций, особенно летом. Вместе с тем, по его словам, конечная эффективность машин США зависит от умения командиров их использовать, а также обученности экипажей. Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов и вовсе считает, что в ближайшее время танки «Абрамс» вряд ли окажутся на передовой. Сейчас Вашингтону важно успокоить Берлин и вынудить его поставить немецкие танки как можно скорее, пока все заявления происходят в сослагательном направлении, рассказал эксперт изданию «Взгляд». По его словам, если американские машины доберутся до Украины, то они, скорее всего, не сразу окажутся в зоне боевых действий. Также необходимо время на подготовку специалистов. Скорее всего, сперва «Абрамс» пригонят на полигоны Западной Украины. Они станут декорациями для видеороликов о храбрости ВСУ, потому что американцы очень сильно переживают за имидж собственного военного производства и техники, отмечает Михайлов. «Абрамс» уже горели на Ближнем Востоке, и теперь никто не хочет увидеть, как уничтожаются передовые образцы техники в первые недели их присутствия на территории Украины. Между тем, примеров, когда эти танки поражались военнослужащими Ирака или Сирии, немало. Часто в борьбе с ними использовались советские разработки. Поэтому американцы боятся того, что их танки потеряют репутации лучших в мире. По мнению Михайлова, в настоящий момент уровень российских противотанковых вооружений превышает защиту «Абрамс». Здесь можно вспомнить ПТРК «Корнет», которые зарекомендовали себя достаточно хорошо. Имеются и противотанковые ракеты, доступны для использования танками Т-90. Нельзя забывать и про силы ВКС. К тому же активно улучшается применение дронов. Разницы в поражении «Леопард» «Абрамс Челленджер» особой нет. Все равно приходится наносить удары через ходовую часть, потому что броню в лобовой атаке сегодня пробить достаточно сложно. Тем не менее, к поступлению западных танков в ВСУ нам нужно готовиться. Немецкие модели, пусть и в количестве не больше ста штук, непременно доберутся до зоны проведения СВО, заключил Михайлов. Тем временем, в самих США прогнозируют проблемы с использованием американских танков в Украине. Так, Сабина Сингх заявила, что украинской армии будет сложно поддерживать боеспособность американской бронетехники. Она отметила, что такой точки зрения придерживается глава Пентагона Ллойд Остин и глава генштаба армии США Марк Милли. Генерал-майор армии США в отставке Патрик Донахью рассказал СНН, что Абрамс значительно отличается от тех моделей танков, которые используют ВСУ, что создает дополнительные сложности. Украинским военным придется пройти длительную подготовку, прежде чем применять танки в бою. Ведь от умения экипажа зависит и эффективность техники. Леопарды тоже горят? Леопард 2А6 – это самая современная модификация танка, состоящая на вооружении Бундесвера. Однако и у этих машин есть слабые места, рассказал известием эксперт в области бронетанковой техники Сергей Суворов. «В мире еще не придумали идеальный танк», – отметил он. «Мне немецкие танкисты говорили, что Леопард 2 закончился на модификации А4. А все, что дальше, – это лишние проблемы, в том числе и с ходовой частью, и с электронной. Что не лучшим образом сказывается на надежности машины в походных условиях». Во время боестолкновения российских Т-90 с немецкими машинами все будет решать слаженность и обученность экипажей. «Машины из Германии горят, как и все танки», – подчеркнул Сергей Суворов. «Габариты Леопарда 2 гораздо больше, чем у Т-90. Значит, вероятность попадания в нашу машину при сопоставимых условиях ниже, чем у немца. По защищенности они примерно равны. Но у немецкой машины нет динамической защиты. По этой причине она более уязвима для противотанковых управляемых ракет и гранатометов. В серии «Курды» из «20 Леопард 2А4» моментально сожгли 10 машин из гранатометов. Иномарка не всегда круче. Т-90М «Прорыв», я считаю, лучше, чем немецкая машина». По словам эксперта, у немецкой машины должен быть ниже темп стрельбы. «В наших танках снаряд заряжает автомат, а у них человек», — отметил Сергей Суворов. Таскать снаряды 23-25 кило весом непросто. Люди устают. В Украине уже проходили учения с немецкими танками «Леопарда 2» в начале 2000-х. На них выяснилось, что эти боевые машины плохо переносят чернозем, — вспомнил эксперт. У них начала сыпаться трансмиссия. Через неделю большая часть машин встала. Освоить вождение и стрельбу достаточно просто, но обеспечить эксплуатацию танка сложно. Будут проблемы с обслуживанием, нужно специальное оборудование и специалисты. Также танку потребуется хорошее топливо, но в сложившейся ситуации обеспечить им машины будет не так-то просто, добавил специалист. Стоит также отметить, что масса танка серьезно превышает 60 тонн, и по этой причине им подходят далеко не все мосты на территории бывшего СССР, многие из которых рассчитаны на механику до 50 тонн. Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц Стефан Гэди в статье для Financial Times рассказал, от чего зависит эффективность «Леопард 2». Боевая эффективность будет во многом зависеть от способности Украины проводить так называемые «общевосковые операции», сравнимые со смертельной игрой «камень-ножница-бумага», в которой сильные стороны одной платформы или системы вооружения дополняют слабые стороны другой. В идеале «Леопард 2» можно было бы использовать вместе с боевыми машинами пехоты, самоходной артиллерии, системами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы. Этого можно достичь только за счет интенсивной подготовки, изменений в военной доктрине и непрерывного потока западного оружия и боеприпасов, говорит эксперт. Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами «Леопард 2», Киеву придется разработать новую стратегию наступательной операции, считает Гэди. Украина должна быть в состоянии управлять хотя бы одной бронетанковой бригадой, состоящей из 100 танков «Леопард 2». Но это чрезвычайно сложно. Исследователи Швейцарского центра исследований в области безопасности Никлас Масухар также считают, что одно только появление «Леопард» не изменит ситуацию. «Нельзя просто разместить кучу основных боевых танков и ждать, что они победят. Они очень ценны, их нужно использовать правильно и интегрировать с другими военными возможностями, имеющимися в вашем распоряжении», – цитирует эксперт РБК. Почему танки не изменят ситуацию? Стратегически поставки западных танков не повлияют на ситуацию на фронтах, полагает военный эксперт Алексей Леонков. «Не бывает танковых дуэлей в чистом поле, где они меряются своими характеристиками», – рассказал эксперт известием. Общевосковой бой – это множество комплексов вооружения, в том числе противотанкового, которые применяются с обеих сторон. Они бывают как наземного, так и воздушного базирования. Против танков, которые придут на поле боя, будет работать много комплексов вооружения, которым они, скорее всего, не готовы. «Немаловажный фактор – кто будет сидеть внутри таких танков», – сказал эксперт. Украинские экипажи, которые, как утверждает украинская пропаганда, проходили длительную подготовку, или польские, финские, может быть, даже немецкие экипажи. «Это очень важно на поле боя. Если у вас опытный экипаж, живучесть танка повышается», – объяснил он. «Танкам необходимо прикрытие с воздуха, и с этим тоже в Украине могут возникнуть проблемы», – добавил Леонков. Сам факт поставки западной бронетехники настораживает, – рассказал военный эксперт Виктор Мураховский. «Они обладают хорошей огневой мощью – что британские «Челленджер», что «Леопард», что «Абрамс». Но защита их не отвечает современным требованиям, поэтому бить их можно и в лоб, и в борт. По словам эксперта на Центральном европейском театре военных действий, к которому относится Украина, дальность прямой видимости – 500 метров на большей части территории. Это означает, что танки можно из гранатомета поражать с любой стороны – из флангов из тыла». Военный эксперт Александр Хроленко в комментарии «Арти» обратил внимание, что танки западного производства в том количестве, которые планируют направить Киеву у страны НАТО, включая США, не сильно повлияют на обстановку на поле боя, которая снова изменилась в пользу российских сил. Западные танки в информационном пространстве теперь стали чем-то вроде комплекса «Дживелин» – очередным супероружием, которому в форме карго-культа поклонялись украинские боевики. Но на самом деле ничем значительным «Дживелин» на поле боя не отличился. Так же будет и с машинами «Абрамс», которые будут уничтожаться российскими противотанковыми средствами, рассказал эксперт. Чтобы изменить ситуацию на поле боя, Киеву нужно несоизмеримо большее количество боевых машин. Если бы США и НАТО действительно хотели что-то поменять в текущем ходе СВО, тогда на поддержку Украине отправилось бы тысяча танков. Но где им взять столько? Такого количества танков нет в строю во всех европейских странах Североатлантического альянса. Здесь также стоит вспомнить пример Польши, которая отправила киевскому режиму все свои танки Т-72 и РТ-91 «Тварды». «Где они теперь?» «Выбиты все», – заключил военный эксперт. В России, комментируя сообщения о планах Запада выделить украинским военным современные танки, подчеркнули, что это не изменит ход специальной военной операции. Так, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроле над вооружением Константин Гаврилов призвал не драматизировать ситуацию. «Ничего хорошего с поставками этих танков нет. Но делать из этого тоже катастрофу не нужно. Они ничего не изменят на фронте. Наша решимость доказана», – цитирует дипломат АТАС. Вместе с тем Гаврилов призвал Запад не допустить ядерных провокаций с танками «Леопард-2». Предупреждаем западных спонсоров киевской военной машины от поощрения ядерных провокаций и шантажа. Нам известно, что на вооружении танка «Леопард-2», равно как и БМП «Брэдли» и «Мардер», имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке. «В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники, мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями», – заявил Гаврилов. Дипломат также заявил, что западные страны с началом поставок танков в СССР переходят на новый уровень противостояния с Россией. «Чем больше расширяется помощь Украине, тем шире становятся границы спецоперации», – цитирует дипломат АТАС.